Всем привет! Меня зовут Авами Лиса и я рада видеть тебя на моем канале. И сегодня я расскажу вам, как быть красивой и ухоженной. Я постаралась собрать для вас все самые небанальные и неочевидные советы, о которых почему-то никто не говорит, но они реально при этом при всем очень важные. Обязательно ставьте лайк этому видео, если вам нравится подобный формат на моем канале. Мне очень хочется узнать, насколько сильно вам интересны такие ролики. А также обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями в своих социальных сетях. Пусть они тоже знают об этих фактах и не совершают подобные ошибки и будут красивыми и ухоженными, прямо как вы. Если ты впервые на моем канале и еще не подписан, то обязательно подпишись, тык, и включи себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы приступаем! В первую очередь, чтобы быть красивой, чтобы быть ухоженной, нужно быть опрятной. Можно иметь сколь угодно дорогую одежду, сколь прекрасные волосы, можно иметь идеальные ногти на руках, можно иметь, в принципе, все совершенно прекрасное. Но если ты неопрятная, если твоя одежда скомканно висит, если твои волосы немытые, например, если на твоих ногтях какие-то заусенцы, все это формирует образ неопрятного человека. А неопрятный человек не может быть ухоженной, потому что это две совершенно разные полости. Соответственно, чтобы быть как минимум ухоженной, нужно делать так, чтобы вся твоя одежда была в максимально хорошем состоянии. Даже та одежда, которая изначально подразумевает под собой какой-то бомженька, там, стиль, она должна быть выглажена, она должна быть, безусловно, чистой. И она должна быть грязной только в том случае, если это подразумевает сам дизайнер, и он там специально расставил какие-то кляксы, например, на этой кофточке или на этих джинсиках. Только так и никак иначе, когда мы говорим с вами про ухоженность. Короче говоря, любой совершенно внешний вид можно запросто испортить, если ты свинота. Кстати, напишите в комментарии, как вы считаете, что является показателем действительно красивой и ухоженной девушки. Что вы думаете? Напишите в комменты. Мне кажется, это будет очень интересно и для меня, и для всех, кто будет читать комментарии. Кстати, если читаешь комменты во время просмотра этого видео, ставь лайк. Следующий момент, наверное, сейчас вызовет массу недопонимания, но я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Очень важно жить по средствам. Вы, возможно, сейчас спросите, а какое отношение жить по средствам имеет к вопросу о красоте и ухоженности? Отвечаю. Вот, например, сейчас я хочу объяснить вам на примере яркого окрашивания. Предположим, у вас очень низкий реально бюджет, ну вот просто реально низкий. И вы хотите иметь розовые волосы. Чтобы иметь розовые волосы, нужно изначально очень много инвестиций. Да, можно сказать, что есть куча домашних окрашиваний, что можно дома все это сделать, но суть остается в том, если ты не профессиональный колорист, если у тебя нет достаточного опыта, ты просто так себе идеально розовый, такой вот пудровый красивый оттенок, ты не сделаешь на своей голове. Потому что, ну, ты не сможешь это сделать без должного опыта. Возможно, у одного человека там с 10 тысяч получится, но в целом это невозможно. Тогда получается что? У тебя есть какие-то деньги, ты с этими деньгами идешь к мастеру. Мастер делает тебе идеальное окрашивание. Но тут парадокс. За этим окрашиванием нужно уже хорошо так следить. Во-первых, нужно покупать специальные средства, чтобы поддерживать этот яркий какой-то там цвет. Во-вторых, нужно своевременно подкрашивать корни. Потому что, если ты не будешь своевременно подкрашивать корни, а на ярких каких-то окрашиваниях они очень быстро становятся заметны, будет уже совершенно не та картина. Поэтому здесь нужно за этим следить и нужно планировать свой бюджет и свое время. То есть, жить посредством, чтобы у тебя все было органично, а не так, что ты пошел, вот вышел из салона весь такой красивый, а потом, ба-бас, через две недели у тебя тут уже все отросло, все выцвело и вообще все выглядит очень неприглядно. Неприглядно. Потому что это не получается у тебя так жить. Да, это, возможно, грустно. Конечно, в какой-то степени я все это прекрасно понимаю, но ведь есть куча всевозможных разных альтернатив. Например, если вы хотите яркое окрашивание, вам никто не мешает купить те же самые волосы на заколках. Да, это будет не полностью какая-нибудь там розовая, например, голова, а будут только там какие-то пряди отдельные. Но, тем не менее, это всяко лучше, чем ничего. И это всяко лучше, чем ходить с отросшими вот такими вот корнями, с каким-то выцветшим непонятным цветом. Потому что сейчас, ну, эта мода в какой-то момент была очень массовой. И я хожу по улице, я вижу девушек, у которых просто выцвевшие волосы. Потому что, ну, очевидно, что они когда-то покрасились, но они не могут поддерживать. Да, это их делает, их право, ради бога, пусть делают, что хотят. Но выглядит это не симпатично. Это выглядит некрасиво и выглядит неухоженно. И мы сейчас говорим не о самочувствии человека, а именно о общей картине. Следующий момент, это, конечно же, зубы. И тут есть целых два подпункта, так скажем. Первый подпункт это форма зубов, второй подпункт это цвет зубов. Соответственно, если с первым все довольно-таки сложно, нужно носить брекеты в некоторых случаях, нужно следить за полостью своего рта. И очень многих это пугает. И я вас сразу хочу просто, ну, как-то от этого испуга оградить. Реально не бойтесь. Если вы понимаете, что вам нужно ставить брекеты, поставьте брекеты. Я не носила брекеты, но все мои подруги, просто все мои подруги носили брекеты. Мой муж в тот момент, когда мы с ним познакомились, носил брекеты. Да, это никоим образом ему не помешало построить со мной отношения. Это никоим образом не мешало ему быть, в общем-то, популярным среди каких-то там девушек. Это нормальная совершенно история. Да, у человека есть брекеты. И вы не думайте, что если у вас будут брекеты какие-то на зубах, даже если они будут видны, то люди будут вас обходить стороной, то у вас не будет отношений. Почему вообще девушки, например, боятся ставить брекеты, или парни боятся ставить брекеты? Да потому что они переживают, что они с этими брекетами будут отпугивать других каких-то людей. Они не смогут в отношения влезть. И особенно это касается подростков, безусловно. Но не переживайте. Брекеты это такая вещь, которая воспринимается другими людьми совершенно адекватно. А если кем-то это воспринимается совершенно неадекватно, ну, тут уже вопрос к этому человеку. Нормальные люди прекрасно понимают, что человек, который поставил себе брекеты, ставит своей целью иметь красивую улыбку, красивые зубы. И это временная мера. И любой нормальный человек это решение только поддержит. Поэтому, если у вас были до сегодняшнего дня сомнения, если вы там, не знаю, спорились с своими родителями и не хотели ставить брекеты, ставьте. И второй пункт о зубах это белизна. Как можно поддерживать белизну ваших зубов? Это при помощи всевозможных домашних отбеливающих комплексов. Так, например, я могу вам подсоветовать очень неплохой отбеливающий комплекс, который мне реально помог. И здесь есть еще такой небольшой парадокс. Я начинала пользоваться этим комплексом еще очень давно, до того, как я стала заниматься ютубом. И тут недавно они мне написали и предложили, как бы мне вот эти вот полоски. Я, безусловно, согласилась еще и о них видео рассказать, потому что, когда сам пользуешься, ну вообще не жалко поделиться. Так вот, что это за комплекс такой? Это отбеливающие полоски. Отбеливающие полоски от фирмы Rigel. Вот так вот выглядит эта коробочка. Выглядят они как сухой гель, который наносится на верхнюю и нижнюю челюсти. И в течение 15-20 минут вязкая консистенция активного геля, образовавшегося на зубах, сама по себе уходит с зубов. Полоски нужно делать как минимум в течение 7 дней, 2 раза в день после чистки зубов. За 7 дней вы получите идеальный результат, который заметите и вы, и окружающие. Но 2 недели этого курса сделает ваш результат таким же крутым, как после отбеливания в стоматологии. Плюсы полосок. Они совершенно безопасны, и это самое главное. Эти полоски не содержат перекиси водорода и карбамида, которые негативно влияют на зубную эмаль, разрушая ее. Полоски также идеально подходят даже для чувствительных зубов. Отбеливание происходит за счет компонента, который высвобождает активный кислород, который проникает в слой зубной эмали и удаляет налет и пятна, не нося вреда этой самой эмали. Также удобство этих полосок заключается в том, что вы можете их использовать в любом месте и в любом времени. На пути, например, на работу или в школу. И именно поэтому полоски получили название On The Go Whitening. В честь 8 марта компания Rigel объявляет об акции на своем официальном сайте. Вы можете приобрести 3 упаковки полосок по цене одной. Все покупатели автоматически становятся участниками розыгрыша с призами от Apple. Среди них iPhone X, iPad mini и другие призы. Розыгрыш пройдет 9 марта. Ссылка на сайт под видео, так что смело переходите, заказывайте. Я вам желаю удачи. Если кто-то что-то выиграет из моих подписчиков, то обязательно пишите в комментарии. Следующий очень важный момент это момент современности. Если ты хочешь быть красиво ухоженной в своем времени, то есть если ты хочешь, чтобы окружающие думали, что ты красоточка современная, няшечка, стесняшечка такая, то тебе нужно выглядеть актуально. Я не говорю о том, что нужно скашивать все вообще модные тренды, модные тенденции. Ни в коем случае. Просто нужно понимать, в каком времени ты живешь. И если сейчас, например, существует как бы больше мода на плоскую подошву, если сейчас не носят тонкие шпильки, потому что это как-то, ну вот, ну не круто сейчас, то не надо. Я понимаю, что тебе могут нравиться шпильки, безусловно. Но в понятие современности, в понятие актуальности, в понятие тренда, что, безусловно, ограничат с понятием ухоженности, но это сейчас не входит. Это не значит, что ты должна полностью от них отказаться, выкинуть их на помойку. Нет. Просто, если ты хочешь чувствовать себя максимально в теме, придется от этого временно отказаться. Или не отказываться, но стараться обыгрывать это так, чтобы твои шпильки не были главным ключом в твоем образе. Чтобы эти самые шпильки, они просто идеально дополняли образ, чтобы они выглядели как интересный элемент. Потому что всегда интересный элемент, даже если он совсем не актуальный, совсем не трендовый, выглядит ярко и круто, и привлекает приятное внимание, если он классно обыгран. Но тут уже все касается вашего стиля. Если вы прекрасно себя ощущаете, если вы чувствуете одежду, если вы понимаете, как вот этот вот элемент, так сказать, не самый актуальный из нынешней моды интегрировать под современные тенденции, это, наоборот, будет только плюсом. Следующий момент, это, конечно же, волосы и кожа. Безусловно, нужно следить за волосами, нужно следить за кожей. Здесь я не буду особо много сейчас ничего разглагольствовать, потому что на моем канале просто огромное количество видео, которое посвящено уходу за волосами, уходу за кожей, в том числе уходу за кожей подростком, как избавиться черных точек. На моем канале вы все это, если вы давно меня смотрите, уже видели. Если вы еще недавно меня смотрите или чего-то не видели, рекомендую вам заглянуть в плейлист, который так и называется, как стать красивой, вы там все это найдете. Я уверена, что вам будет там просто очень интересно и полезно покопаться. И последний момент, о котором я хочу с вами сегодня поговорить, это, конечно же, характер и манеры. Вот любой образ можно зашкварить, если у вас поведение не соответствует тем обстоятельствам, в которых вы находитесь. Здесь все очень просто. Есть такое понятие, как корпоративная этика, школьная этика, университетская этика, да какая угодно там эта этика. То есть то, что нормально, когда вы общаетесь с родителями, ненормально, когда вы общаетесь с учителем, например. То же самое касается учителей. Ненормально вести себя со своими друзьями так, как будто они вам учитель, или как будто они какой-то мимо проходящий человек. Очень важно понимать, в какой ситуации ты сейчас находишься, с какими людьми ты рядом находишься, и исходя уже из этого, строить манеру своего общения. Если ты быстро говоришь, это может быть красиво, ты можешь очень быстро говорить о чем угодно, но ты должен понимать, что ты тогда не должен запинаться, ты должен говорить очень четко и лаконично, чтобы люди тебя понимали, твоя дикция должна быть прекрасной. Если ты не можешь быстро мыслить, если ты не можешь быстро говорить, если тебе комфортнее говорить медленно, говори медленно, говори вдумчиво. И, конечно же, это выглядит очень странно, когда вы переносите ваши какие-то, не знаю, ролевые манеры общения из интернета в реальную жизнь. Это то, чем я очень долго грешила, пока я не поняла, как это странно выглядит. Потому что, если у вас есть какой-нибудь, там, не знаю, киберспортивный слог, например, те же самые шуточки по Каппу Прайд, или что-то там еще такое, это нормально, пока вы находитесь в аудитории этих людей. Но это ненормально, когда вы приходите в свой универ и сидите и начинаете там «Хей, Каппа, хей, Каппа, хей» и прочее, прочее, прочее такое. Вас просто не понимают. Ну, кто не в теме, вас не понимают, это выглядит странно, это выглядит неестественно. Поэтому манера и общение — это очень важный момент в понятии красоты и ухоженности. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями в своих социальных сетях. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч, наверное.